МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале Ирбис. В студии Владимир Чубенко. Здравствуйте. И сегодня в выпуске. Последняя капля. Покончить жизнь самоубийством грозил сегодня рабочий из-за долгов по зарплате. На данном моменте, последний год, который остался, у меня 200 тысяч, он должен, мне лично. Да, мы работали через свой подряд, а он нам денег не отдал. Денег больше, сроки меньше. Что изменили в дорожной карте бизнеса. В наличии и по прежней стоимости дефицита медицинских масок нет. Болеют повладарцы обычными гриппом и простудой. Вслепую шестикратный чемпион России и мира подзюдо среди паралимпийцев Дмитрий Чепкой встретился с особенными детьми. Медицинский центр АСК Мед предлагает своим пациентам принципиально новую технологию лечения нарушений функционирования опорно-двигательного аппарата PRP-терапия. Уникальный подход в медицине, который помогает решать массу проблем неагрессивными методами. Технология применяется ведущими мировыми ортопедами, ускоряет лечение заболеваний суставов, артрозов, способствует интенсивному восстановлению повреждений сухожилий, связок и других травм. Медицинский центр АСК Мед, улица 1 Мая, 20 дробь 1. Внимание, внимание! Телеканал Ирбис теперь и в Экибастузе. Доступен для абонентов цифрового эфирного вещания. Приглашаем к сотрудничеству коммерческой и государственной организации. Для вас производство и трансляции новостных сюжетов и видеороликов, размещение логотипов и объявлений. Для всех клиентов скидки, бонусы и выгодные предложения. По всем вопросам обращайтесь в рекламный отдел по телефонам 8-71-82-55-08-55 и 8-701-918-15-60. Костюмы ведущим предоставлены салоном мужской одежды «Ламберти». 30 выпускников детского дома ОМЭД получили квартиры в Экибастузе. Это самое массовое вручение ключей в истории города Горняков. В среднем новоселы ждали своей очереди 7 лет. Многие из них встали в очередь на квартиры еще совсем детьми. В раннем возрасте они остались без родителей. За годы ожидания собственных квадратных метров большинство успели создать семьи и устроиться на работу. Финат Камалдинов, к примеру, трудится на горно-обогатительном комбинате. Долгое время жил, где придется. Квартиру получил спустя 11 лет. Думал, не получу, потому что ждать долго. 15 лет ждут. Радости вообще полные, потому что у меня до этого была времянка квартира. Мне ее забрали. Ну, там нюансы были. А вот эту квартиру я получил. Я вообще счастлив. Рад. У меня братишка получил квартиру. Старший брат получил квартиру. Практически все братья, пять братьев, все получили квартиру. Будет продолжена выдача квартир данной категории за счет строительства домов в 2020 году. Некоторые работали и снимали квартиры в городе Павлодаре. Теперь, благодаря тому, что они будут иметь собственное жилье в городе Кибастузе, мы надеемся, что они вернутся в свой родной город. На сегодняшний день в очереди на жилье остаются более 600 сирот. К слову, часть из них отметят новоселье в июне. Азамат Айтхалин, Селикон Акбаев, телекомпания «Ирбис». Экономический потенциал Кибастуза недостаточно раскрыт, подчеркнул на отчетной встрече Акима города Горняков глава региона. Доля промышленного производства там на сегодняшний день составляет всего 9%. При этом есть преимущество в привлечении инвестиций. Подробнее Азамат Айтхалин. Главное преимущество Кибастуза в привлечении инвестиций – профицит дешевой электроэнергии. На сегодняшний день в городе Горняков больше всего вкладываются в горнодобывающую промышленность. В ближайшей перспективе станет возможным возобновление проекта по строительству третьего энергоблока на ГРАЗ-2, что позволит дополнительно ввести 636 мегаватт электрической мощности и обеспечить на период строительства более 800 человек рабочими местами. Для инвестиционной привлекательности вблизи энергетических предприятий выделены два земельных участка общей площадью 564 гектара под индустриальную зону. Создается необходимая инфраструктура. Глава региона подчеркнул, в Кибастузе есть резервы для роста в обрабатывающем секторе экономики. Пока же зафиксировано снижение объемов производства на 16%. Акиму города Кибастуза необходимо принять комплекс дополнительных мер по увеличению доли обрабатывающей промышленности в общей модельной экономике до 20%. Второе. Проблемы оттока населения, они очевидны и всем нам известны. В прошлом году из Кибастузского региона выбыло порядка 8 тысяч человек. Снизился коэффициент брачности на 7%. Вопросы Кибастузцы задавали больше частные. Интересовались, как получить деньги под развитие бизнеса. Просили построить баню, центр для лечения глазных болезней. Кстати, последнего точно не будет. Было заявлено с трибуны. Бюджетом не предусмотрено. Порадовали собаководов. Соорудят первый вольер для выгула. Рабочий визит продолжила поездка на промашкомплект. У предприятия, напомню, возникли проблемы со сбытом продукции. Результатами переговоров обещали поделиться. Азамат Айдхалин, Сирик Конакбаев, телекомпания «Ирбис». До 5 миллионов тенге увеличили максимальную сумму безвозмездного гранта по дорожной карте бизнеса. Новая редакция программы разработана правительством. Изменения вступили в силу с продлением ее действия до 2025 года. В управлении предпринимательства сообщили прием заявок от потенциальных участников. Начнут с 10 февраля. Подробнее в нашем бизнес-блоке. Спонсор бизнес-новостей. Магазин сантехники и отопление «Кереметснаб». Всегда выгодно и комфортно. При этом реализовать проект участник, получивший деньги, должен в срок от года до 18 месяцев. Раньше на это давалось 2 года. Также изменения коснулись расчета именно после получения грантового финансирования. Ранее предприниматель мог снять эти деньги и закупить оборудование, технику и так далее. На сегодняшний день им нельзя снимать деньги. То есть это полностью безналичный расчет идет. Также программа предусмотрена на то, что закуп именно на новую технику и новое оборудование. Ранее именно это не проговаривалось. Зато преференции для социально уязвимых слоев населения. К примеру, в этом году на грантовое финансирование из бюджета выделено 82 миллиона тенге. 20% средств от всей суммы необходимо предоставить именно этой категории. Кроме того, для них нет отраслевого ограничения. Да и проект не обязательно должен быть инновационным, как это требуется для остальных участников. Также они освобождены от 10% софинансирования. Всем участникам 10% софинансирования. То есть если ранее до 3 миллионов участник планировал полностью всю сумму получить, то для него 10% это 300 тысяч обязательно софинансирования. Именно этими деньгами он тоже вкладывается в свой бизнес. То есть сейчас тоже есть 10%, но социальные уязвимые именно освобождены от этого. То есть им не нужно, если они 5 миллионов хотят получить, то 500 тысяч им не обязательно туда вкладывать. Прием заявок на грантовое финансирование пройдет с 10 по 17 февраля в Управлении предпринимательства и торговли. Однако обязательное условие – предварительное прохождение бизнес-курсов. Конкурсная комиссия по отбору проектов ориентировочно будет заседать до конца месяца. Ольга Шкрет, Антон Тыщенко, телекомпания «Ирбис». В прошлом году в регионе собрали более 550 тысяч тонн картофеля. Сейчас на складах осталось порядка 160 тысяч тонн. Всего в области 134 овощехранилища с общим объемом 384 с лишним тысячи тонн. Средняя отпускная цена с овощехранилища у нас – это 50-60 тенге картофель. Я думаю, мы где-то еще месяца два будем его реализовывать. Апрель до конца апреля. У нас есть возможность его хранить до конца апреля. В Управлении сельского хозяйства говорят, стоимость картофеля стабильна. А потому продавать из стопфонда пока необходимости нет. Как известно, еще осенью напрямую договорились с несколькими местными овощеводами по закладке продукции на их складах, чтобы проводить интервенции в случае резкого скачка цен. А вот капусты, которая долго не хранится, осталось 152 тонны. Февраль, март – это тот период, когда у нас капуста заканчивается. Сейчас мы прорабатываем вопросы как раз-таки со стабфондом, чтобы закупить капусту в стабфонд. Наши коллеги из Туркестанской области, они уже на прошлой неделе начали весенеполевые работы сажать. Мы сейчас с ними прорабатываем вопрос, заключение с ними договоров при уборке, чтобы мы уже их закупили, привезли и поставили здесь, чтобы урегулировать цену капуста. Кроме того, прорабатывают вопрос завоза картофеля в регион в период межсезонья. Это примерно с мая по июль, пока не пойдет свой первый урожай. Ольга Шкретна, Антон Дыщенко, телекомпания «Ирбис». Спонсор бизнес-новостей – магазин сантехники и отопления «Кереметснап». Всегда выгодно и комфортно. Магазин сантехники и отопления «Кереметснап» ждет своих постоянных и новых посетителей. Для вас широкий ассортимент продукции. Водонагреватели, котлы длительного горения и дымоходы. Радиаторы отопления, банные печи, смесители и система «Теплый пол». Здесь же вы можете подобрать стильную мебель для ванной комнаты, душевые кабины, санфаянс и многое другое. Самые лучшие цены в городе. Всегда действуют скидки и акции. Добро пожаловать. Улица Целковского, 24. Магазин «Кереметснап». Всегда выгодно и комфортно. Сегодня рабочий угрожал перерезать себе вены, если ему не выплатят зарплату. Инцидент произошел возле строящейся многоэтажки по улице Камзина. Поддержать коллегу вышли с десяток других отделочников. Заявили, в среднем им должны по 200 тысяч тенге. Этот рабочий сегодня переполошил всех жителей дома по адресу Камзина, 41-1. Вместе с тем день не задался у полицейских, трудовых инспекторов и прокуратуры. Мужчина требовал денег, иначе в знак протеста угрожал перерезать себе вены и даже спрыгнуть с крыши. С мая и с июня месяца сделал сам лично, положим, 5 подъездов кафеля. На данном моменте последний, который остался, у меня 200 тысяч, он должен мне лично. Да, мы работали через суд подряд, а он нам денег нет. У людей также по 200 тысяч, у каждого висят. Поддержали мужчину и другие. Все в один голос заявляют, ждут своих денег с прошлого года. Пока слушают только обещания. Причем отделкой занимались не только в этом доме, но и еще в одном по улице Исы Байзакова. В итоге выслушали все возмущения полицейские, а рабочие отправились в управление труда. В ходе переговоров выяснилось, что у них есть договора подряда, то есть нетрудовые отношения. Договора подряда с фирмой Туали МПВЛ. Им была дана рекомендация обратить в суд, и кроме этого наши инспектора помогли им составить исковые заявления в суд. И в принципе их вручили для того, чтобы сами могли обратить в суд. В управлении труда сообщили рабочие, пока и сами не могут назвать точную сумму, которую им должны. И трудились сдельно. Ориентировочный долг больше миллиона тенге. Инспектора, к слову, провели переговоры и с подрядчиком. Те обещали вопрос решить. Артем Клеван, Максим Носков, телекомпания «Ирбис». Между тем, уже вечером стало известно, что мужчина все же решился на отчаянный шаг. Рабочий перерезал себе вены прямо в офисе Павлодарской компании. На место выехали медики и полицейские. Спасти пострадавшего удалось, при этом он потерял немало крови. Виновному в гибели рабочего на ТЭЦ в Экибастузе оставили приговор без изменения. Решение приняли в областном суде. Напомню, 39-летнего Ержана Жаксыбаева обварила кипятком в результате порыва трубы. За недобросовестное отношение к обязанностям привлекли начальника цеха. С апелляционной жалобой в суд обратилась и потерпевшая, и осужденный. Супруга погибшего Ержана Жаксыбаева требовала вместо условного срока назначить реальный. Помимо этого, привлечь к ответственности и других работников ТЭЦ. В частности, директора, инженера, заместителя начальника цеха. В постановлении судебной коллегии по уголовным делам Павлодарского областного суда оставлен без изменения приговор Павлодарского городского суда в отношении Балдашевского, осужденного к ограничению свободы сроком на два года. Приговор после оглашения в апелляции сразу вступает в законную силу. Напомню, Ержан Жаксыбаев погиб на производстве в начале 2019 года. 39-летний мужчина проработал на ТЭЦ 10 лет. Вдове по решению суда назначили 700 тысяч деньги морального вреда. Деньги отдать должен обвиняемый. Артем Клеван, Валерий Павлов, телекомпания «Ирбис». 23-летний Павлодарец обманывал девушек, знакомясь с ними через Инстаграм. Молодой человек входил в доверие, а после просил скинуть данные банковской карты и удостоверение личности, чтобы сделать перевод денег. На самом деле, таким образом он оформлял на них микрозаймы. Подробности в нашем обзоре соцсетей. Спонсор новостей из соцсетей. Группа компании «Бипэк Авто». 23-летнего Павлодарца подозревают в мошенничестве. После знакомства с девушками парень придумывал историю о том, что находится в России. Ему срочно нужны деньги. Просил воспользоваться картой пользовательницы Инстаграм. Получив персональные данные, оформлял кредит. Деньги приходили на карту жертвы, после чего она сама пересылала их. Кто вообще выдумал эти онлайн-кредиты? Как можно вот так вот легко на человека повесить все? Надо же иметь такой подвешенный язык, чтобы так разводить девушек. Районного Акима в Туркестанской области поймали в собственном кабинете, играющем в карты. Компанию ему составили местные небезызвестные люди. Любовь к азартным играм привела чиновника на дисциплинарный совет, который рекомендовал его уволить. К ним на прием приходишь? Они, Ваше Величество, вечно заняты. Теперь понятно чем. В деревне делать нечего, вот и играют в карты. Все нормально. Попытку автоподставы обсуждают пользователи сети. Этот ролик снят в Жизказгане. На кадрах видно, как девушка в аккурат ложится под колеса на дороге. Благо у водителя оказался видеорегистратор. Особой сейчас занимаются полицейские. Видно же синяки какие-то просто. Актеры никакие. Оскар не заслужила. Кастинг не прошла. Поощряйте ее. Оскар точно заслужила. Володарский ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС пытается через суд получить квартиру от государства. Причем он уже прошел три инстанции. Мурат Сабитов уверяет по закону, их категорию приравняли к инвалидам Великой Отечественной войны. А значит, есть право на первую очередность. На деле квадратные метры не выдают. Артем Клеван продолжит тему. Мурат Сабитов в областном суде уже во второй раз. Рассказывая, 32 года назад его не спрашивали, когда отправляли ликвидировать последствия на Чернобыльской АЭС. Свой долг он отдал. В 2007 году получил инвалидность. А с 2005-го просит выдать жилье. В 2013 году я встал на очередь как лицо, приравненное к инвалидам Великой Отечественной войны. Но узнав о том, что я имею право на первоочередное получение жилья из государственного фонда, как лицо, приравненное к инвалидам Великой Отечественной войны, я подал в суд. Первую инстанцию выиграл так же, как и апелляцию. А вот Верховный суд решений принимать не стал. Он направил дело обратно в Полдарскую область. После этого вновь материалы рассмотрели в регионе. Но на этот раз Мурату Сабитову в удовлетворении требований отказали. В отделе финансов тем временем объяснили причины. По закону о льготах приравнивается к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. То есть по этому закону является, по закону о жилищных отношениях данные лица проходят по категории социальной жизни на свои населения. То есть у нас там предусмотрено первоочередное право только для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, детям-сиропам и детям, оставшимся здесь по общению родителей. В отделе финансов пояснили, они квартиры выдают согласно закону о жилищных отношениях. Мурат Сабитов намерен вновь обращаться в Верховный суд и требовать квадратные метры. Сейчас он жилье снимает. Очередь подойдет не скоро. Артем Клеван, Валерий Павлов, телекомпания «Ирбис». Семь жителей региона были госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию. По результатам обследования у всех подтвердили ОРВИ. Сегодня специалисты прокомментировали слухи о массовой скупке в аптеках медицинских масок и их резкого подорожания в связи с ажиотажем. Все узнал Тимофей Голев. В департаменте контроля качества товаров и услуг сегодня говорят, аптеки проверяют ежедневно на предмет наличия фармпродукции, в том числе и медицинских масок. Накануне в 45 объектах продажи лекарственных средств насчитали более 32 тысяч гигиенических повязок. Призывают население не создавать ажиотаж. Еще у нас 335 аптек. Это в среднем где-то в Павлодарской области мы имеем 150-160 тысяч масок. Мониторим цены. Сегодня маски, которые продаются в аптеках, цена составляет 21-22 тенге. И ажиотажа такого, что нет масок, такого нет. Масок достаточно. На складе дополнительные 14 тысяч масок находятся. Также руководитель департамента сегодня ответил на вопросы родителей, которые в соцсетях обсуждают возможность введения в школах карантина из-за подъема ОРВИ. Люди говорят, в некоторых классах 50-процентная посещаемость. Садвокат Байгабулов пояснил, даже при коре и менингите вводятся только ограничительные меры. Это влажная уборка, диссредствами и запрет на кабинетную систему. При ОРВИ также не вводится карантин. Потому что проводится симптоматическое лечение с купированием тех симптомов. Это с температурой, кашлем или с общим недомоганием. Все это лечится. И, поверьте мне, для этого не требуется карантин. За неделю число заболевших гриппом в регионе увеличилось до 57 человек. Ранее сообщалось о 50 случаях. Что касается коронавируса, ситуация под контролем. С начала эпидемии в Китае в регион прибыл 441 человек. Один из которых из Поднебесной. Их обследовали. За все время 7 человек были госпитализированы с подозрением на опасный вирус. Выписаны с простудой. Тимофей Горьев, Аэрий Павлов, телекомпания Ирбис. Мусор вывезли, а отходы возле контейнеров оставили, жалуются горожане. Видео отправили в мобильное приложение. А вот жители второго Павлодара благодарят редакцию Ирбиса и коммунальщиков. За что? Узнайте в нашей традиционной рубрике. Давайте смотреть. Спонсор мобильного приложения «Торговый дом Мега» дарит скидки на белорусскую мебель и спальни. Вот на Украинской 101, 102, 104 и дальше тут детский 84-й садик, 18-я школа, онкологический новый центр построили у нас. И третья поликлиника. Вот, посмотрите. Сделали нам дорогу осенью. Спасибо большое. Правда, тут немножко не почистили тротуары для пешеходов. Установили столбы в этом году. Освещение полностью прямо. Вот до самого вот-вот, до 18-й школы, до поликлиники. Большое спасибо. Благодарим вас, телекомпанию «Ирбис», что посодействовали и нашему Акимату. Город Павлодар, стадион второй школы. Как года два построили стадион, до сих пор нет света. Стадион остался бесхозным. Никто не убирает площадки. Все в снегу. Вот сколько снега, зима. В этом году убирает интересно. Полдороги убрали. Половину Томской с Азовской дальше. А вот уступ диспансера до Азовской вообще ничего не убрали. Специально, что ли, делают. Работу показывают. Вообще квартал вообще никакой не убрали. Что за ерунда. Чукино-93, Чукино-91, мусорные баки. Вот что, были полные, переполненные. Не вывозился мусор. Теперь, значит, что люди кидали рядом. Все это потому, что некуда было кидать. Они что сделали? Они вывезли баки. Вытряхнули они, кстати, уже опять полные под завязку. А то, что накидано, они оставили. Это накидали только потому, что несвоевременно этот мусор был вывезен. Сколько мы можем это терпеть? Вот она в социальном продает. Что мы бы не ели и травились, наверное. Она сказала, что... Я ищу тебя, я ищу тебя. Я ищу тебя, я ищу тебя. Идеальные обеденные зоны. Мега-широкий ассортимент лучших российских и белорусских фабрик. Для любителей нестареющей классики. Изящные модели. Лаконичный модерн для мега-современного интерьера. Огромный выбор мебели на любой вкус. Вас приглашает оценить новое поступление торговый дом Мега. Мега-грандиозно! Идиосно. Две коммунальные аварии на сетях устранены и отчитались сегодня в отделе ЖКХ. Специалисты заявили, подачу тепла и горячей воды возобновили. О причинах возникшей неисправности Азиза Исабай. Очередная коммунальная авария на этот раз произошла возле дома по адресу Сураганова, 14, в среду около 12 дня. Без тепла остались 103 потребителя, это 62 многоэтажки, больница, школа и порядка 40 субъектов малого и среднего бизнеса. Поврежденный участок удалось определить ближе к вечеру, тогда же стали поступать жалобы от повладарцев на холодные батареи. В отделе ЖКХ отчитались, подачу отопления всем возобновили в 2 часа ночи. Причина – изношенность сетей. 5 февраля текущего года по улице Сураганова, 14, на мегастральном трубопроводе тепловой сети диаметром 426 мм произошло повреждение. На данный момент повреждение устранено, теплоснабжение в данном районе функционирует в штатном режиме. При этом выяснилось, что в многоэтажках по адресу Сураганова, 18 и 20, тепла днем так и не было. Очередное повреждение было зафиксировано сегодня в 7 утра, а по первому адресу работает КСК. В жилищной инспекции по телефону сообщили, до вечера ситуацию исправят. А это многоэтажка по проспекту Нурсултана Назарбаева, 204. Напомню, накануне местные жители обратились за помощью в редакцию Ирбиса. Жаловались, теплотрасса во дворе повреждена уже почти месяц. Люди переживали за своих детей, потому что под землей хлистал кипяток. Сегодня коммунальщики также заверили, аварию устранили в 11 часов. Горячую воду уже подали. Азиза Исабайт, Мухаммед Айгужа, Максим Носков, телекомпания Ирбис. Он не видит окружающий мир, но его силе поражаются великие чемпионы. Абсолютный победитель мировых и внутренних первенств. Россиянин Дмитрий Чепкой прибыл в Павлодар для встречи с учениками специализированной школы-интерната. Своим примером он мотивирует тысячи инвалидов СНГ и зажигает в сердцах детей надежду. Имел честь увидеть чемпиона дзюдоиста наш корреспондент Артем Буланов. В интернете десятки репортажей о том, как скромный парень Дима из Сибири шел к своей мечте. История была бы банальной, если бы не один нюанс. Дмитрий Чепкой с рождения слепой. Шесть лет назад он рассказывал журналистам о том, как бегает и тренируется дома. Ведь в секции его не принимали, а он упорно приходил в зал. И сегодня, в свои 20 лет, уже шесть раз становился сильнейшим дзюдоистом России и мировых этапов. Если, например, не работает один орган человеческий, то это компенсируется другим. Тактильное ощущение становится в сто раз острее. Вы знаете, я считаю, что уровень поддержки в Казахстане все-таки выше. Я принимал участие на международном турнире для незрячих и слабовидящих в Казаварде. Он проводился в 2019 году, если я не ошибаюсь, это было в апреле. Я видел, как там было все организовано. Я видел, какие были призы, потому что призы были не только медали грамота. Хороший пример заразителен. Жительница Павлодара Мируэрда Ирханова инвалид по зрению. В один день надоело сидеть дома. Она взяла спортивную сумку и направилась в зал дзюдо. Победы не заставили себя ждать. Говорили, вот у тебя зрение, тебе нельзя туда, тебе нельзя туда. То есть ставили ограничения, что вырастешь, получишь первую группу, не будешь работать. Тебе нельзя на танцы, тебе нельзя в спорт. Вот только вот то, что настольные игры. И уже сколько мне, 30, да? Мне в конце того года предложили на дзюдо. В своей родной школе-интернате эти малыши, как за каменной стеной, здесь все друзья. А о проблемах внешнего мира некоторые дети даже не задумываются. Дмитрий попросил ребят никогда не сдаваться. Впереди у них сложное и полное испытание и жизнь. Рассчитывать в которой порой приходится исключительно на свои силы. В дзюдо учат падать и вставать. Вся жизнь борьба. Артем Буланов, Антон Тыщенко, телекомпания «Ирбис». Уверенной победой Иртыша завершился матч четвертого тура против Алма-Атинского легиона. Из четырех периодов лишь в одном повладарцы уступили итог 85-56 в пользу подопечных Жолдыс Байдусеновой. Артем, какая еще есть информация, поделись, пожалуйста. Защитник Евгений Кушнирук набрал 17 очков, а у форварда Алексея Ленушки 14 баллов в активе. Ну, я думаю, что это необходимая победа. А мы продолжим говорить о спорте буквально через несколько секунд. Дождитесь. Уважаемые покупатели, только 7, 8 и 9 февраля в магазине «Эвим» дни суперскидок. От 20 до 70 процентов на весь ассортимент. Торопитесь за отличными покупками в «Эвим». Город Павлодар, улица Лермонтова, 106. Телефон 8-718-2-21-22-11. Сборная Казахстана по хоккею начала борьбу за олимпийскую лицензию. В Нурсултане стартовал первый отборочный турнир. Он объединил четыре национальные команды. В первой игре дня Польша разгромила Нидерланды со счетом 8-0. Хозяева этапа дебютируют поединком против Украины. Тем временем в Павлодаре юниоры продолжают чемпионат для игроков не старше 14 лет. Ничего необычного, типичная игра РТШ против Кулагера на взрослом или детском уровне. Это всегда жестко, стыки, борьба, потасовки, весело и бодро. Противостояние чувствовалось даже на тренерском мостике. Рулевому Павлодарцу Вячеславу Токареву оппонировал Алексей Петушков, экс-игрок РТШ. Это у нас третий тур, еще осталось один играть. Задачу у нас поставил руководство группу А, видите, первое место. Стараемся выполнять, пока что идем хорошо на первое место. Перед этим туром болели, вся команда практически переболела. Я в том числе, как бы подготовка сорвалась чуть-чуть. Ну вот, наверстываем через игры только это. Павлодарский воспитанник Арсений Гуринович разошелся настолько, что начал выдавать голы сериями. Один краше другого. В зоне соперников он творил, что хотел, словно издеваясь над обороной Кулагера. Также заметной фигурой в этом матче был Иса Гусейнов, третий из династии. Его старшие братья стали лидерами в Намаде и Тимиртау. Увидимся на каникулах. Вот так общаемся через социальную сеть. Боевая игра хорошая. Все пацаны бились. Я насрались на Астану, потому что она очень сложная. Там хорошие ребята, броски хорошие. Астана только и все. Обычно эти игры заканчиваются массовыми потасовками. Но здесь, несмотря на разгромный счет, 10-1 в пользу РТШ. Обошлось без стычек. Впереди еще четыре игровых дня. В Шемкенте финишировал первый республиканский старт года по художественной гимнастике. В чемпионате страны выступили грации юниорского состава и спортсменки штатной национальной команды. Результат повладарской сборной – семь медалей. В многоборье наши грации остались без наград. Но в командном первенстве повладарки сумели занять две призовые позиции. Бронзовыми медалистами чемпионата гимнастки стали в турнире мастеров и юниорок. Хотелось бы, конечно, лучше, но конкурировать с командами Чемкентом и Нур-Султаном очень сложно. У них практически идеальные условия для работы, плюс большая конкуренция. То есть есть из кого выбирать команду. В этом плане, конечно, мы проигрываем, но тем не менее нам удается удержаться в тройке. Еще пять медалей повладарские гимнастки завоевали в финальном этапе чемпионата в соревнованиях групповых составов у старших серебро и бронза. По программе мастеров в упражнении с обручем Диана Звонарева вторая. В команде юниора Кайдана Мамжан, обладательница двух наград. Сейчас наши грации готовятся к домашнему старту. Очень удобно, что этот старт у нас в том плане, что мы максимально много можем выставить гимнасток. Поэтому у нас будет выступать несколько команд группового упражнения. Также у нас будет выступать команда из десяти человек индивидуальниц. Плюс еще дополнительно, как проводящая сторона, мы имеем право добавить детей. Соревнования стартуют на следующей неделе. Программа молодежного первенства – первый взрослый разряд. К участию допускаются спортсменки до 12 лет. Первый этап Кубка области по шахматам завершился в Павлодаре. Все интеллектуалы играли рапид. Абсолютный результат сумел набрать всего один участник. Без потерь турнирную дистанцию завершил Денис Махнев. Уже на старте турнира отмечен первый рекорд. В этом этапе Кубка Павлодарской области по быстрым шахматам участвовали 160 интеллектуалов. Даже было заявлено 170, но дошло до нас 160. Не ниже третьего разряда, причем, то есть довольно высокие условия, рамки, тем не менее, многочисленные. Такие турниры у нас проходят. Рейтинг фаворита у нас – это Махнев Денис, это у нас Базилов Арман, Сесабаев Куаныш, Бектуров, Тамерлан, Международные мастера, Нукин, Тулигену. В целях популяризации шахмат семь этапов Кубка организаторы проведут по всей области. Следующий состоится в Аксу в марте. Несколько туров примут районы, завершат в Экибастузе. А гранд-финал, за путевку в который и разворачивается вся борьба, пройдет в мае в Павлодаре. В турнире сильнейших сыграют интеллектуалы первой десятки, но в топ-листе рейтинговые баллы начисляются до пятнадцатой позиции. Первая задача у меня – наварить как можно больше рейтинга, потому что рейтинг – это примерный показатель силы. Сейчас я иду в плюсе как раз. Вторая задача – это в топ-15 войти. Место надо где-то десятое занять. Ну и потом на остальных этапах можно догнать. Победителем первого этапа Кубка по Рапиду стал Денис Махнёв. У шахматиста 9 из 9 очков. На бал от него отстал Куаныш Сесабаев. Замкнул тройку Владимир Гребенщиков. Среди молодых шахматистов – лучший показатель у Владислава Малыгина и Тамерлана Бектурова. В женской группе у Кристины Ким. Без голевой ничей завершился товарищеский поединок между Иртышом и болгарским клубом «Орда». Стоит отметить, повладарцы не сумели реализовать пенальти. Следующий матч наши футболисты проведут против команды «Бороц» – чемпиона премьер-лиги Боснии и Герцеговины. А у нас на сегодня все. Но завтра новый день и новые победы вместе с телекомпанией «Ирбис». На погоде на пятницу, 7 февраля. Вам расскажу я, Кристина Луфта. Здравствуйте. В Алматы день будет ясный – плюс 5. В Кашетам пасмурно – 2 фашинаря. В Петропавловске ожидается небольшой снег, средь температуре воздуха – 3 градуса мороза. В Омске – метель – минус 2. В Новосибирске – хмуро – 4 ниже ноля. В Парнауле возможны осадки – 1 тепло. В Усть-Каменогорске – семей, переменная облачность – плюс 2. В Караганде – 3 ниже ноля и без сюрпризов. В Нур-Султане пасмурно. Термометры покажут – 1 градус мороза. По прогнозу Кавкетрометцентра, в Вадарии ночью – минус 6, днем – плюс 1 и осадков не ожидается. У меня на этом все. Улыбайтесь почаще, рад здесь каждому дню и до встречи. Поминальный обед «Годовщина» Шамшиденова Каирбулата Камариденовича состоится 8 февраля в 12 часов в мечети имени Машхур Жусупа, Большой зал. Субтитры создавал DimaTorzok